Даня Махоган и Семёнов В Бостоне завершился последний мейджор-турнир по Dota 2 в 2016 году. Победителем и обладателем главного приза в 1 миллион долларов стала команда OG, переигравшая в гранд-финале коллектив от Finnem со счётом 3-1. На пути к финалу в плей-оффе Boston Major 2016 коллектив OG выбил из борьбы MVP Phoenix, Warriors Gaming Unity и Evil Geniuses. Команда от Finnem в свою очередь переиграла Newbie, LGD Forever Young и Digital Chaos. Единственный состав из СНГ, Virtus.project.way, покинул турнир на стадии 1-4 финала, где не справился с чемпионами The International 2015 и Evil Geniuses. Участие в The Boston Major 2016 приняли 16 коллективов. 8 из них получили прямые приглашения от организаторов, а остальные пробились через квалификации. Чемпионат прошёл в Бостоне, США с 3 по 10 декабря. Общий призовой фон турнира составил 3 миллиона долларов. Для OG данная победа стала третьей на мейджор-турнире от Valve. Ранее европейский коллектив выиграл The Frankfurt Major 2015 и The Manila Major 2016. После второго четвертьфинала The Boston Major 2016 на трансляции были обнародованы первые подробности следующего мейджор-турнира. Его основная стадия пройдёт в Киеве 20-23 апреля 2017 года. Организатором вновь выступит PGL. Мейджор-турнир в Киеве станет пятым чемпионатом серии при поддержке Valve и последним перед The International 2017. В сезоне 2016-2017 компания решила сократить число мейджоров до двух. Ранее организаторы рассказали о планах изменить систему квалификации ко второму мейджору сезона. СНГ и Южная Америка получат отдельные отборочные. Кроме того, часть слотов в закрытую квалификацию достанется лучшим участникам боевого кубка. Компания Valve, как и было обещано после финала The Boston Major, выпустила глобальное обновление к Dota 2. Патч получил номер 7.00. Полный список изменений, обзорного введения от НС и реакцию киберспортивного сообщества на патч можно найти на сайте cybersport.ru. Организация Twitch сообщила, что Evil Geniuses и The Alliance отделились от компании. Команды стали независимыми организациями и теперь принадлежат игрокам. PPD занял должность CEO Evil Geniuses, а Аки и Лода являются совладельцами The Alliance. Twitch приобрела EG и The Alliance в 2014 году, когда купила агентство Good Game, которому и принадлежали две команды. В августе Алекс Гарфилд, основатель GGA, оставил компанию всего за несколько дней до того, как Twitch закрыла агентство. Согласно заявлению совладельца Twitch'а, Кевина Лина, EG и The Alliance сохранят спонсорство и поддержку платформы. Лода также заявил, что теперь, когда The Alliance является независимой организацией, она надеется подписать составы по большему количеству киберспортивных дисциплин. Недавно организация заключила контракты с игроками в Hearthstone, Oskaka и Orange. Три недели назад стриминговая платформа Twitch объявила о том, что она стала эксклюзивным партнером по продажам Cloud9 и Team SoloMid. Остается неясным, будет ли Twitch поддерживать подобные отношения с EG и The Alliance. Финалы ECS Season 2 завершились победой Astralis над Optic Gaming со счетом 2-0. Датская команда не проиграла ни одной карты за весь чемпионат и получила 250 тысяч долларов. Optic Gaming за второе место досталось 120 тысяч. На финалах ECS Season 2 было представлено 8 команд по итогам онлайн-сезонов в Европе и Северной Америке. В плей-оффе с группового этапа пробились Astralis, Optic Gaming, SK Gaming и Team Envies. Все матчи проходили до двух побед. Формат сетки – Single Elimination. В первом полуфинале Astralis встретились с SK Gaming. Празильцы на этом турнире выступили заменой. Вместо FNX сыграл Fox. Датская команда выиграла соперника со счетом 2-0 по картам и прошла в финал. Astralis выбрала своей картой Overpass. В интервью перед матчем Fox сказал, что SK не тренировала эту карту на буткемпе, а сам игрок в прошлых коллективах редко выступал на ней. Во втором полуфинале Team Envies уступила чемпиону Elite Season 2 Optic Gaming. Счет по картам 2-0 в пользу команды из Северной Америки, а французы взяли всего 15 раундов за две карты. В финале чемпионата встретились финалисты последнего крупного турнира Elite Season 2 – Astralis и Optic Gaming. Североамериканская команда стала первой, кто сумел взять больше 10 раундов у датчан за одну карту, однако Astralis все равно оказалась сильнее соперника – 2-0 по картам. Финалы ECS Season 2 проходили с 9 по 11 декабря в Анахайме, США. Местом проведения стала Анахайм-арена. Общий призовой фон турнира составил 750 тысяч долларов. И на этом у меня все. Пока!